В конце ноября, как вы знаете, Палестина была признана государством-наблюдателем, членом Организации Объединенных Наций. И это имело позитивное воздействие на борьбу нашего народа, на судьбу нашего народа. И в рамках вот этого примирения палестинского Центральная избирательная комиссия начала недавно работать в секторе газа. И вы знаете, что вопрос о проведении выборов – это один из важнейших вопросов, касающихся примирения. И этот процесс должен завершить как бы процесс примирения. И началась работа по составлению списка избирателей в различных районах Палестины. И этот процесс будет продолжаться до 18 февраля, когда Центральная избирательная комиссия закончит обновление списков избирателей. Она, конечно, будет нуждаться в определенном сроке от 4 до 6 недель для того, чтобы внести все эти данные в компьютеры. И после этого комиссия будет готова к тому, чтобы наметить время, когда могут быть проведены выборы. И согласно имеющемуся сценарию, на следующий день после окончания процесса обновления списков избирателей будут проведены внутренние консультации по созданию нового палестинского правительства, технократического правительства под руководством Махмуда Аббаса. И этот шаг, который предполагает после его завершения, объявление о прекращении раскола среди палестинцев и создание единого палестинского правительства. То есть официально завершится состояние раскола в палестинских рядах. Ожидается, что в конце марта Махмуда Аббас издаст два декрета. Первый декрет о создании правительства технократов, палестинского правительства. И второй декрет о дате проведения всеобщих выборов в Палестине. Выборов, которые будут выборами президентскими и выборами законодательного совета и национального совета Палестины. С созданием технократического правительства Палестины мы завершим или преодолеем наш раскол. И тогда, если позволит Бог, наступит новый этап в борьбе палестинского народа. И мы преодолеем то состояние, в котором находимся сейчас. И мы, возможно, конечно, столкнемся с какими-то препятствиями. Мы будем подвергаться определенному давлению. Но благодаря тому, той воле, которую проявляют все палестинские отряды, я надеюсь, что мы действительно добьемся внутрипалестинского примирения. Что касается отношений с израильтянами, то, к сожалению, напряжение сохраняется и господствует в этих отношениях. Это напряжение является результатом, прежде всего, действий Израиля, которые проявляются прежде всего в продолжении политики строительства поселений, которая продолжается на протяжении всех последних месяцев. И каждый день или практически каждый день мы читаем новости о том, что Израиль построил то или иное новое поселение, расширил одно из старых поселений, захватил еще все новые и новые земли. Это с одной стороны. И с другой стороны, те меры, которые принимает Израиль, те действия, которые принимает Израиль, а действия по евреизации или иудеизации Иерусалима и других районов западного берега, эта деятельность, к сожалению, продолжается. Кроме того, наши средства, палестинские средства заморожены. Это те средства, которые должны были поступать к нам в соответствии с соглашением в Осло, с соглашением в Париже. И это наши деньги, однако незаконным путем эти деньги заморожены. И более того, они тратятся, что является откровенным пиратством и грабежом, что противоречит всем законам и нормам юриспруденции. Израильские действия по расширению поселений, по строительству новых поселений вызывают ответную реакцию со стороны палестинского населения. И палестинцы создают свои новые деревни в районах, которые подвергнуты опасности захвата со стороны израильтян. Например, деревня Беба-Шамс, ее создали палестинцы в районе Иуан, которая сейчас подвергается опасности строительству новых израильских поселений. Это на западном берегу реки Иордан и в северной части. Там палестинцы разбили палатки и там проводят дни и ночи для того, чтобы помешать израильским войскам. Израильские войска уже однажды попытались разрушить эту деревню и выгнали оттуда палестинцев. Но палестинцы вернулись и вновь построили свой лагерь и в других местах тоже они создают свои деревни. Например, деревню Беб-Аль-Карама. Таким образом, каждый день палестинцы стремятся противодействовать израильским шагам, израильским действиям. И мы постоянно подчеркиваем, что мы будем мирным путем противодействовать этому. Мы не хотим насилия, поэтому мы продолжаем сопротивляться израильской политике путем мирного сопротивления. В политической области не было достигнуто никакого прорыва за прошедшие месяцы. Прошлые месяцы можно назвать месяцами ожидания. Это состояние ожидания, которое началось в рамках подготовки или ожидания результатов выборов Соединенных Штатов Америки. И все ждали, какими будут итоги выборов в Америке. Но и после того, как выборы прошли, вот это ожидание продолжается. Мы ожидаем или все ожидают, как пойдет дальше американская политика, какие шаги предпримет Джон Керри, новоизбранный американский министр. И мы ожидаем также результатов выборов в Израиле, израильского правительства. И вот это состояние ожидания, оно, видимо, закончится, закончится после того, как все эти перемены в мире и в Израиле будут проведены. И вот сейчас выборы прошли, и Джон Керри уже стал министром, и мы сейчас ожидаем новых шагов со стороны мирового сообщества. И Израиль, конечно, никого не ждет и продолжает свою политику на местах. Он продолжает прежнюю политику. Но мы сейчас ожидаем визит Джона Керри в этом месяце в наш регион. Мы ожидаем также визит Барака Обамы в будущем месяце в наш регион. Мы ожидаем назначения срока созыва четырехсторонней комиссии. И мы следим за деятельностью России по подготовке этого совещания. Мы очень высоко ценим те усилия, которые Россия прилагает для того, чтобы сдвинуть с места этот процесс.